С начала года в 28 многоквартирных домах Петрозаводска обновили лифты по программе капремонта. В 8 домах работы продолжаются. Их должны завершить до конца года. В 16 домах подрядчики меняют стропильную систему и кровлю, обновляют наружную водосточную систему, утепляют чердачные перекрытия. Пудожские пожарные спасли людей с горящего дома. Пожарные вскрыли дверь в квартиру, где началось возгорание, и обнаружили лежавшего на полу мужчину. Спасатели вынесли пострадавшего и передали его сотрудникам отделения скорой помощи. Неизвестные создали аккаунт Инны Колыхматовой в мессенджере Telegram. Мошенники пишут людям от лица исполняющей обязанности мэра Петрозаводска. Безусловно, их отправляю не я. Канал в этой соцсети еще не создавала. Все впереди, сообщила она. Инна Колыхматова попросила не верить сообщениям мессенджеры и не отвечать их отправителям. В Карелии подростки за время летних каникул заработали более 17 миллионов рублей. Всего с начала года в регионе трудоустроили свыше полутора тысячи девушек и юношей. Большинство из них уже получили зарплату в размере от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от района. Большегрузный автомобиль на перекрестке улицы Правды и проспекта Александра Невского во время буксировки повредил контактную сеть. Сообщается, что виновник уехал с места ДТП. Контактная сеть уже восстановлена. На время ремонта было сорвано расписание движения тролейбусов.